Чужой отец это плохо, а у нас нет чужих людей. Если человек заботится о ребёнке, он становится отцом. Виды говорят, что есть пять отцов. Один отец, дающий семя. Отец, воспитывающий, это второй отец. Вернее, отец, дающий жизнь, то есть дающий средства, деньги, это второй отец. Третий отец, тот, кто воспитывает. Четвёртый отец, наставник. Пятый отец, духовный учитель. Ну, то есть, и все это отцы, это родные люди. Это родные люди. Отец, это родной человек. И если, допустим, кто-то не давал жизнь кому-то, но он даёт человеку знания и заботится о нём, то это ещё лучше. Понимаете, в нашей культуре мы не понимаем, что мать, дающая жизнь, она не всегда является ближе той, которая даёт воспитание. Мать, дающая жизнь, она, может быть, имеет больше прав на человека, но она не имеет больше прав называться матерью. А мы так делаем, говорим, мачеха, то есть. Женщина отдала все свои силы ребёнку, она вложила в него сердце, но она мачеха. А та, которая просто родила, она мать. Но в чём её заслуга? Она где-то там перележала ночку, потом раз, смотрит, животик начал расти. Смотрит, что-то вылезло. Не понравилось ей, что из неё что-то вылезло. Подкинуло кому-то. Потом эта женщина воспитала этого ребёнка всю жизнь. И она потом говорит, ты мачеха, а я мать. Здрасте. Это неправильное представление о жизни. Мать — это та, которая воспитала человек, это родная мать. Надо так считать и так думать. А та, которая родила, ну ладно, родила, что ты зала. Ты же, ну как бы не сама это всё выращивала. Это Господь в твоём теле вырастил. Человек не может сам зачать. Я родила ребёнка, я его выносила. Да нет, ты просто выполняла волю Бога. Ты не можешь там создавать клетки эти размножать. Ты не можешь зачать никого. Это всё само происходит. Ты говоришь автоматически. Нет, не автоматически. Это Господь сам это создаёт, это делает, это Его воля. Он действует там, активно действует в твоём лоне. Но это не означает, что ты не участвуешь в этом. Конечно же, если ты принимаешь ответственность за этого ребёнка, то Господь делит с тобой ответственность эту и говорит, ты мать этого ребёнка. Он отдаёт тебе права, полномочия. Но если ты не принимаешь эту ответственность, тогда в чём твоя функция? Ты ничего не делала, просто поносила, там чуть-чуть потерпела, родила и всё. А тот, кто воспитывает, вкладывает любовь, тот и есть мать. То есть так же, как есть.